Так, догонюсь у себя! Свали, свали, Кобяков! Эй, Кобяков, а я сзади тебя был! Ой, догнал! Всем привет, ребята! Меня зовут Серега, это Кобяков, это Глент, и вы на канале А4. И сегодня я пригласил ребят к себе в гости. Мы его сейчас играли в догонялки. Сегодня мы весело проведем время в этой квартире. А ну-ка, теперь ты маешься. Стой, нет! Ты что-то заказывал? Я нет, но мы попозже закажем пиццу. Кто это там пришел? О, чего? Офигеть! Проходи! Что это у тебя в руках? Давай сюда. Проходи, проходи! Мне не мерещится, вы тоже есть? Это тоже вопрос такой же. Забирайте своего ребенка, он нам надоел. Так-так-так-так-так-так-так-так-так, спокойно. Влад, ты ребенок? Проходи! Закрываем дверь, срочно! Что за фигня, пацаны? У меня на самом деле очень много вопросов. Кому он там надоел? Офигеть! Влад А4 стал ребенком. Эй, положи на место, пойдемте разбираться с ним. Давай, садись, рассказывай, где ты был? Я не знаю. Может это какой-то пранк? Может он взрослый, я решил просто так вернуться? Не-е-е. Это точно не пранк. Нельзя. Дай! Не дай! Твоя... Влад, камера. Так, я знаю, что надо спросить. Сколько тебе лет? Понятно. Он точно ребенок. Все дети так показывают. Они не умеют еще свой возраст посчитать. Так, нам-то что с этим делать? Так, пацаны, предлагаю без самодеятельности. Влад, иди погуляй, взрослые дяди тут пообщаются. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я не знаю, что делать. Что происходит? Смотрите, в интернете есть куча инструкций, как воспитывать ребенка. Вот, предлагаю этим инструкциям исследовать. Эй! Он что, в туалете сейчас закрылся? Открывай. Так, правила воспитания. Первый пункт. Никогда не оставляйте детей без присплотра. Владик, открой дверь! Открой дверь! Кому говорю? Кто там? Это мы! Кто мы? Глент, Серега и Кобяков. Я вас не знаю. Мы твои друзья, открой нам дверь. Какой пароль? Детская игра, начинается. Ку-ка-ре-ку! Нет, неправильно. Гав-гав! Нет. Эй, Серега, ты что, реально пытаешься пароль подобрать? Он только что его выдумал, алло. Дети, с ними надо же играть, поддерживать их игры. Так, Влад, давай без приколов. Что там закрылся? Выходи сюда. Эх, ничего вы не понимаете, пацаны. Смотрите, как надо с детьми разговаривать. Владик, давай договоримся. Если откроешь дверь, получишь столько же. Бизнесмен растет. Воспитатели. Учитесь. Я до сих пор поверить не могу. Владик, и больше так не делай. Он не знает, что с этими деньгами делать. Наверное, еще. Сколько тебе нам подарили? 10 долларов? Ага. Давай у меня полежи, а то потеряешь. А потом на день рождения что-нибудь тебе купим. Хорошо. Так, ладно, пацаны, пойдемте читать дальше, как его воспитывать. Владик, иди садись. Ребенок начинает познавать мир вокруг себя, поэтому нужно его оградить от опасностей. Например, тяжелые или бьющиеся предметы нужно убирать. Ой, все случайно. Ну ничего страшного, в принципе она мне и не нравилась. Ты что буянишь? Так, даже не думай его ругать, это ребенок. Давайте лучше дальше читать. Следующий пункт. Четко следуйте расписанию грудного вскармливания. Не, это нам точно не градит. А что там еще пишут? Ни в коем случае не допускайте ребенка к электрическим приборам. Все, 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 все. Ты что творишь? Это же небезопасно. Хорошо, что он холодный. Пойдем лучше с нами на диване посидишь. Книжки почитаем там всякие. Да. Ну и может быть не книжки, извини. Все, садись, садись. Что значит? На ручки хочу. Но ты же тяжелый и мне будет тяжело, понимаешь? Мне реально будет... Все, хорошо, хорошо. Спокойно. Кобяков, читай быстрее правила, пожалуйста, игры. Ага. Вот у тебя выделенное место, смотри. Ты что весишь, как солдат? Читай. Так, что там дальше? Ты можешь спокойно посидеть? Э, 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 тихо. Тут написано, постарайтесь не кричать на детей. Это может привести их к психологической травме. Вон, посмотри, что ты наделал. Ладно, на, держи телефон, поиграй пока. Но в то же время старайтесь не баловать ребенка и не потакать его капризом. Иначе он вообще перестанет вас слушаться. Пипец, и что делать-то? Пипец, а что делать-то? Запомните, ребенок впитывает в себя все как губка. Поэтому следите за своим поведением и речью. Пипец, пипец. Это плохое слово. Получается, нам все нельзя. Как тогда правильно его воспитать? Может, нянька? Не, няня не справится. Вот, тут написано. Для воспитания ребенка нужно окружить его заботой и любовью. Ну ладно, давайте здесь приберемся, а потом уже решим, кто будет мамой, а кто папой. Давайте. О, есть идея. Давай договоримся так. Мы раскрутим Влада, разойдемся сами в разные стороны, и к кому он пойдет, тот и папа. Ну да, пора уже определить главу семьи. С этим-то понятно, он старший брат. Смотри, чему научился. Так, больше никаких телефонов. Владик, а где ты этому научился? Неважно. У него в телефоне. Ну, интересный танец. Так, все, давай. Владик, иди сюда. Хочешь поиграть с нами? Да. Сейчас будем отправлять тебя в космос, а потом тебе нужно стыкануться с космической станцией. Ну, со мной или с Глентом. Готов? Да, в волонтере. Так, раскручиваю его, я в стороне. Тихо, чтобы он не упал, главное. Все, хватит, хватит, они там, там. Э, Кобяков, так не честно. Я сам знаю, что честно. Нужно растить бизнесмена. Папа! О, вот это я понимаю. Мой мальчик, понял? Давай, переодевайся, мамка. Э, ну ты хоть деньги отдай. Папа, подожди, за финансы я в семье отвечаю. Давай, я положу на хранение, опять тебе на день рождения потом что-нибудь купим. Ну, давай. Ну, а теперь финальный штрих. Наши образы. Раз, два, три. Папа! Папа! Я тебе все сделаю, хорошо? Договорились? Родители, ничего не говори. Ну все, глава семейства теперь точно не перепутают, кто тут батя. Слышь, батя, давай в магазин уже едь. Я тебе список продуктов и смс-кой отправил. Ага, понял. Что тут у нас? Игрушки, манежик, поводок для детей, это вообще что такое? Все ясно, вместе поедем, сейчас спущусь. Как это вместе? А с кем мы Владос оставим? Ну как, как с кем? С ним останется его старший брат. Ты что? Они тут друг друга покалечат. Да все нормально будет. Серега, иди сюда. Да слышу я, слышу. Так, ты остаешься за главного, а мы в магазин. Скоро вернемся. Давай, тебе быстрее только. Вперед! Еду, еду. Ты что делаешь? Скучно что ли? Да, скучно. Хочу играть. Может это, в телефон? Нет. Так, ну игрушек пока у нас дома нету, во что с тобой поиграть? О, есть идея. О, хочу идею. Давай построим с тобой шалаш и спрячемся там от мамы с папой. Да, давай строим шалаш. А как? Сначала выберем, где он будет. Ну тут. Ну все, давай строить, тащи все, что найдешь. А ну-ка заползай, посмотрим, хватит ли на двоих мест. Не-не-не-не-не, там темно. Ну, значит нужно провести в наш шалаш свет. Сейчас что-нибудь подходящее найду. Все, готово, залазь. Ну как, нравится? Ммм, прикольно. А что ты какой недовольный? Ну мне кое-чего не хватает. Да чего может не хватать? Лайка. Лайка? У меня нету лайка. Ну хочу лайк, а у кого есть? У зрителей должно быть. А попроси. Ребятки, выручайте, у Владика настроения нет. Давайте мы поднимем настроение, всего одно действие, простое. Нажать лайк и все, Владик будет рад, да? Да. Видите, как просто Владика развеселить? Все, нажали, ты видел? Да, почувствовал. Супер. А что нужно зрителям за это сказать? Пипец. Хотел сказать спасибо. Спасибо. Забудь это слово. А хочешь страшную историю? Не знаю, давай. Однажды дети решили построить шалаш. Как у нас? У нас круче. А тот был в настоящем лесу. Фух. Они строили его весь день и совсем не заметили, как наступила ночь. И что потом? Они решили остаться там ночевать посреди ночи. Когда дети очень сладко спали, кто-то решил подкрасться к шалашу. Вот так. Топ, топ, топ. И потом как зарычит. Владик, Владик, прости, я не специально. Напугал малого. Ну где это там трусишка? Ты что, испугался? Да. Извини, я не хотел тебя напугать. Хотя там ничего страшного не было. Ты же не трусишка. Нет, конечно. Вот. А давайте сыграем в полотылава. Давай. А как это? Мы разложим по квартире предметы, и на пол наступать нельзя. Это лава. И будем играть в догонянки. Круто. Здесь будет старт. Сейчас все разложу. Вот, все готово. Ты догоняешь. Э, куда побежал? Подожди. Тихо, тихо. Так, я не понял, что тут происходит. Ничего, все хорошо. Ударился. Так. Это он шутит. Ты что, Серега, делаешь? Владик, что случилось? Я упал, бежал, ба-бах, пылит вот тут. Серега, тебя ни на минуту нельзя с ребенком оставить. Я его развлекал, играли в полотылаву. И почему вообще получаю только я? Он сам виноват. Угу. Ау! Ау! Видишь, ему больно. Ладно, Владик, хочешь, я подую? Нет. О, мы же тебе подарок купили. Хочешь посмотреть? Да. Сейчас унесу. Подарок? Да. Клевый. Такой? Смотри, что у нас тут. Вау! Это все мне! Я вот это хочу! Мы с Кобяковым, то есть мамой, знали, что тебе точно понравится. Вау! Ну все, можно оставлять ребенка. Это надолго. Эти домашние эксперименты нужно проводить только по инструкции и строго под присмотром родителей. Тогда все получится не только весело, но и безопасно. Вау! Обалдеть! Что, я быстренько прочитаю? А мне что-нибудь купили? Тебя-то куда? Ты взрослый дядька. Твою роль-то не вживайся. Меня они больше любят. Так, держи. Тем более, Серега, на Яндекс.Маркете на специальной странице можно еще таких купить. Там целых 4 эксклюзивных набора для экспериментов. Можно стать самым настоящим ученым. Так это же отличный подарок для детей на Новый год. Пойду-ка закажу своему брату. А еще на этом сайте можно купить наш фирменный мерч. Переходи по ссылке в описании. Активатор. Заливай. Так. И заливаем клей. Перемешиваем. Две минутки и вуаля, посмотрите! Вау, какой он яркий! Ну что, довольный подарком? Да, классный! А что делаешь? Обед готовлю. О, морковка! О, малой! Хочешь загадку? Ну да, давай. Из снега соберем комок, поставим сверху мы горшок. Заменит нос ему морковка. Метлу в руках, он держит ловко. Так это просто, это снеговик. Правильно. А хочешь слепим самого крутого снеговика? Слепим, да! Давай, 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 давай! Хорошо, тогда и собираться. Серега, одень младшего брата. Серега! Давай, давай! Подтягивай ты! О, теперь самое легкое, застегиваем. Ой. Так. Давай, давай. Ой! Так, что, что случилось? Зачемил! Зачемил подбородок! Серега, ты что? Хоть и невнимательный, я не понимаю, что с тобой не так! Не умеешь, не берись, понял? Ты безрукий олень! Почему старшие всегда виноваты? Сами разбирайтесь! Не-не-не. Все, Влад, мы сейчас тебя аккуратно оденем и пойдем лепить снеговика, да? И ты перестанешь плакать? Пойдем. Точно, батя забыл. О, Серега, а ты что, без нас начал? Я с вами не дружу. Сами строите своего детсадовского снеговика, а у меня будет крепость. Ну и что, зато нас двое, мы быстрее справимся, правда, Владик? Да, давай лепить! Ну вот, первый готов, а у тебя как, Владик? Да блин, не очень получается, прилипает все время. Ну ничего, у тебя же есть я, батя. Значит, ты лепишь голову, а я пока что слеплю еще такой же. Идет? Да. Опа, опа. Так, ну все, тело готово. А у тебя там что с головой? Вот. Так, спокойно, спокойно. Мы сейчас вместе, вместе сделаем голову, спокойно. Мы же команда? Да. Вот, супер. Сейчас, голова должна быть поменьше, хорошо. Кобякова делаем? Хе-хе, нормально. Правильно растешь. Оп, ну все, классную голову с тобой сделали. Ну да, это я. Да, ты крутой. Остался этот, последний. Штрих. Сам ты штрих. Ты что? Морковка осталась, а не штрих. Кто такому учит? Никому такого не говори, понял? Особенно пацанам. Блин, классно получилось. Так, 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 не танцуй так, пожалуйста. Что-то не хватает. Рук. Точно, у нашего снеговика нет рук. И что делать будем? Я сейчас за ветками сгоняю, ты тут потусоси. Только, пожалуйста, поаккуратней. Да без вопросов. Привет, снеговик. Чисто. Ну все, хана тебе, Владик. Лови. Ох, ты так решил? А ну, лови. Фига себе, сила не детская. Ты что, с дубами? Хороший бросок. Вадь, Вадь, помогай. Ах так? Давай мы его вместе забросаем. Давай. Э, вдвоем на одного. Вадя. Сейчас мне плюс самый большой снежок. Как вам такое, пацаны? Ой. Так, спокойно. Ты что наделал? Мы его сейчас отомстим. Спокойно. Сейчас, сейчас все будет. Тебе пипец. Влад, я принес нам танк. Сейчас мы будем таранить его крепость. Садись. Погнали. Пацаны, вы чего? Я ее сейчас строю. Давай! 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 Лупи, лупи ее. Серега, ты что творишь? Бам, бам, бам. Это ребенок. Мы первые начали. И что? Нам можно? Теперь мы квитны. Ты нам снеговика сломал, а мы тебе крепость. Ну ладно. Согласен. Так, теперь миритесь. Рукопожатие. Пойдемте домой греться. Уже? А что ты думал? Все, время не детское, темнеет. Мать, мы дома. Иди, малого укладывай, тихий час. Эй, я не хочу спать, хочу играть. Не спорь, батя, сейчас мама Кобяков придет и тебе сказку почитает. Давай, раздевайся и в комнату быстренько. Серега, проследи. Давай. Владик, ты почему еще не спишь? Не хочу. Ладно, сейчас я тебе сказочку почитаю и уснешь. Солнышко выглянуло из-за тучек и согрело все своими лучиками. Денек обещал быть теплым. Ранним утром, пока все жители полянки и леса еще спали, Кротик? От этих сказок так спать хочется. Угу. Кротик уже давно был занят делом. Как воспитать счастливого ребенка? Первый пункт, поддержка. Каждый день дети отказываются от своей мечты стать спортсменом, певцом или даже художником. А все потому, что родители не заметили талант ребенка. Значит, нам нужно найти его талант и поощрять. Эх, да уж, мы уже столько раз проходили тему воспитания ребенка и с Кобяковым, и с тобой. И я ребенком был, и клоун. Но никто не мог подумать, что там столько сложностей с этими карапузами. Тем более, никогда даже не думал, что все таланты ребенка нужно поддерживать. Пацаны! Что случилось? Финальный штрих, птички. Так, что тут случилось? Ты что, малой? Офигел совсем? Тихо-тихо-тихо, а где мой ремень? Тихо-тихо-тихо, Павлович. Где мой ремень? Помни, что мы читали про таланты. Может быть, у нас растет будущий художник. Показывай, что ты тут нарисовал. О, с короной кого нарисовал? Папку? Нет, это я. Вот папка и мамка. А вот Сережа. А что я на крыше? Я человек-паук? Ну ладно, рисунок хороший, я прям копия. Вы что его хвалите? Он же стену разрисовал. Эээ. Владик, мама просто ничего не понимает. А я это еще и на камеру все заснял. Это же мой телефон. Всем привет, меня зовут Владик. Я хочу нарисовать картину и нашел здесь классный холст. Первый момент. Нарисую домик, в котором хочу жить. А это я. Понимаете, да, какого размера дом хочу? О, камин. Это мама с папой. У них любовь. А это Серега. Он съезжает с крыши. Я его на крышу поселил, чтобы он не вредничал. Осталось все это хорошенько раскрасить. Травка. Так, дом будет синий. О, ну теперь точно все понятно. Наш малыш. А ты 5 минут назад говорил художник. Прошу не забывать, у него фамилия Бумага. Он у нас видеоблогер. У него большое будущее, да, Владик? Да. Ну а мы тебя поддержим. У папки есть идея, чем мы займемся вместо тихого часа. Серега, ты оператор, я режиссер. Кобяков, ну будешь ассистентом. Влад, а ты главный герой. Погнали, снимаем видеоблог. Погнали. Так. Вот тут будем снимать, садись. А это что такое? Это кольцевая лампа, такая у каждого блогера есть. Вообще изначально для макияжа придумывалась. Прикольно. Садись. Вот тут, Влад, ты будешь распаковывать подарки. Подарки? А где подарки? А что мне за это будет? Эй, не переживай, будет что будет. Главное, что тебе будет весело. Подарки сейчас принесем. Давай, Кобяков, ассистент. Ну, ну, ну. А если я не хочу сейчас распаковывать подарки? Что значит не хочу? Ты хочешь. Помоги. Я режиссер, я вообще просто стою, наблюдаю. Ага. И что? Ну все, бери любой подарок, приветствуйся зрителям и открывай. И самое главное, улыбайся, ты будешь у нас мистер Влад. Я мистер Влад. Окей. Привет, я мистер Влад. Нет, 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 это не подходит. Нужен какой-то ферменный знак тебе. Всем привет, с вами мистер Влад. Запоминаем. Всем привет, меня зовут мистер Влад. И сегодня распаковка подарков. Давай, улыбайся, веселее, веселее. Скажи вау быстро. Вау! Какая красивая ленточка. И какая красивая упаковочка. Посмотрите, ребята. Сначала я посмотрю, а потом покажу вам. Что там? Что там? Э, в камеру говори. Все в камеру. Вообще не отвлекайся от меня. Тут машинка, посмотрите. Ну, если честно, фигня какая-то. Так, 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 так. Что значит фигня? В смысле, нормальная машинка? Ну, распаковываю. Яркая, красивая, синяя. Все круто, давай. Хочу писать. Да Владик, а ты можешь чуть-чуть потерпеть? Ну, чуть-чуть могу. Отлично, продолжаем. Серега, свет, камера, мотор. Посмотрите, какая крутая синяя машинка. Ездит и больше ничего не делает. В смысле, ничего не делает? Она еще как делает? Вот, у нее и колесо сверху есть запасное. И вот, почти настоящее стекло. Давай, вот про это рассказывай. Защита спереди есть. Ты что, не видишь? Нет, не хочу. Давай другую игрушку. А вот здесь, вот здесь, я уверен, будет офигенный подарок. Офигенная игрушка. Ну, посмотрите на этот размер, как она упакована. Это по-любому какая-то огромная сладость. Вот, вот, вот так, нашел волну. И... Ой, ребят, ну, пока что непонятно, посмотрите. Коробка неяркая совершенно. Может быть, самое интересное находится внутри. Открывай. Да и звука никакого, упаковано хорошо. О, вау. Покажи камеру, что там. Так, стоп, кто готовил реквизит? Я. Почему коробка пустая? Где подарок? Подарок в другой упаковке. А это так, для наполнения, чтобы красиво выглядело. И в какой подарок? Вот в этой голубенькой. Давай, открывай. Улыбайся, улыбайся, быстренько, быстренько. Вот это, посмотрите, какой размерчик. Если бы я такой размерчик под елку увидел, я бы радовался капец. Ладно, Владик, давай я тебе тоже помогу. Да не надо. Владик, я тебе тоже помогу. Я сказал, надо. Привет. Свет, камера, мотор, погнали. Влад, привет. Вот, у тебя сегодня такая игрушка на обзоре. Классная? Да. Улыбайся. Вау. 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 Тут так и написано. Серега, ну сделай наезд камерой, покажи. Вау. Это робот-щенок, которого зовут Дружок. Так, Влад, молодец, давай, давай. И улыбайся. Угу. Так, посмотрите, как это выглядит. Восхитительно, восхитительно выглядит. Мне тоже очень нравится. Функции и взаимодействие. Открывает и закрывает глаза. Что, скукота какая-то? Ты не рассмотрела, уже говоришь, что скучно. Влад, так нельзя делать. Давай, рассматривай, что-то должно понравиться. Представляете, ребята, эта собачка умеет и лаять, и ходить. А еще у нее пушка на спине. Вот, молодец, а теперь попроси подписаться и поставить лайк. Ребята, если понравилась наша распаковочка, вы этого лайк поставьте обязательно. Подписывайтесь на наш канал. Да и пишите в комментариях, какие идеи хотите, чтобы мы снимали. Угу. Снимем. Все, всем пока. Мы с мистером Владом с вами прощаемся. Стоп-камера. Вот, Владик, молодец. А вы, давайте, переставляем камеру, там, свет на следующий ролик. Сейчас на кухне будем снимать. Окей. А поиграть? Нет. Нет, нет, Влад, это на минуту. Работать хочешь? Нет. А денег хочешь? Угу. Давай, пойдем снимать. Теперь, Кобяков, ты снимаешься. Снимаем, откусни, лизни, челлендж. Погнали. Всем привет, меня зовут мистер Влад, и я снимаю ролик с мамой. И ролик называется, откуси, лизни, ничего, челлендж. Давай, Кобяков, тяни бумажку. Кусни. Это самая невезучая. А у меня? Ничего. Давайте посмотрим, что там. Лимон. Да. Больше удивись, больше удивись, ты же не знал. Лимон. Вот, нормально. Ну что, мам, кусай. Кусай, кусай. Это было очень кисло. Все, следующий раунд. Вот новый ингредиент. Так, я достаю. Ну, так что же там? Лизни. Лизни. Может, узнаем, что там? Только бы не попалось, откуси! Нах! Ничего! Ничего! Ничего снова. Ничего, мам. Ну, покажи, в кадр, в кадр не видно зрителю. Давай, еще раз лежи, Кобяков. Вау. Не нравится мне этот ролик. Вот третий ингредиент. Фух, так, вот, я вытянул. Ничего! Да, блин, откуси, ребята, мне выпало откусить, все, хана. О, не повезло. Так. Не хочу. Повезло! Моржошка! О, ребята, я победил, походу, в этом челлендже. Все, снято, молодцы. Влад, можешь кушать моржо, заслужил. Пацаны, надо переговорить, идите сюда. Ну что, он уже хочет? У меня тут идея появилась. Какая? Давайте тебя сгоняем на фотосессию семейную. Чего? Ты что, реально в женщину превращаешься? Ну а вдруг он не вырастет, и нам придется его всю жизнь воспитывать? Тем более, что у него сейчас ответственный период жизни. Запечатлим этот момент. Ну да, у меня с детства есть фотки. У меня тоже. Ладно, надо фоткаться. Давайте, собираемся живенько. Мальчику нужна семья. Ой, Владик, будешь самым красивым у нас на фотосессии. Угу. Ребят, ну вы скоро тут? Я устал уже лежать. Ну, Батя! Что, Батя? Давай, ноги в руки и сюда. Все, все, пойдемте. Так, все, все ложитесь на живот и лицом сюда, вот так вот. А, понял. Хорошо. Так, сейчас поправим немножко свет. Чего так долго? Качественные снимки готовим, на всю жизнь все-таки. Все подключено, улыбаемся, смотрим на меня. Ага. Молодцы. Так, родители, приобнимите ребенка. Давайте. Что-то не хватает. Сейчас. Держи. Ага. Я буду фотографировать, а ты стреляй. Хорошо? И? Давай. Во, другое дело. Съемочка заиграла красками. Слушай, слушай, слушай. А покажи, а покажи, а покажи фотографии. Так, стой, Валой. Потом посмотришь, когда пленку проявят. Ой, извините, что-то в роль Батя слишком сильно вживаюсь. Ладно, покажу, смотри. Вау! Круто! Так, все, здесь есть, меняем локацию. Садимся сюда, на диван. Так, 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 перемещаюсь, перемещаемся. Блин. Так, ну-ка. Нет, что-то не то. Давайте переоденемся. В смысле? Ну что, переодеваться-то, Серега. Да не волнуйтесь, я все подготовил. Супер, супер. Держи. Так, улыбочку, улыбаемся. Мы счастливая семья! Папа, папа, улыбаемся. Так. Ну все, остался последний момент. Сфоткаться всем вместе. Нет, все, я больше не хочу, хочу домой. А ну, хватит капризничать. Раньше сфоткаемся, раньше поедем домой. Сел на место. Так, прекрати на ребенка голос повышать. А то что? А то что? Владик, хочешь на ручки к папе? Нет. Ну и слава богу, мужиком растет. Так, вот так вот. Устанавливаем. Три секундочки, я думаю, хватит. Поехали. Семья! Смотри, какие клевые фотки получились. Предлагаю назвать канал А4 Фэмили. Поставим вот эту на заставку и пойдут просмотры. Кобяков был прав. Крутая была идея с фотосессией. Позволяйте ребенку чувствовать себя наравне с вами, взрослым. Так, что бы такого придумать? Мам, ролик закончился. Тебе понравился? Да, нормально, лайк поставил. Круто. Все крутые ставят лайк. Ну что, будем укладывать тебя спать? Да я не хочу спать. Ну как не хочу? Папа с Сережей заняты. И мне надо много дел поделать. Но я хочу вам помогать. О, а давай так, ты сходишь в магазин и купишь на всю семью еды. Вот так ты нам и поможешь. Да, да, да. А ты точно достаточно взрослый для этого? Ну точно, точно. Ну отлично, тогда пойдем переодеваться. Офигеть. Так, а где Влад? Так я его в магазин отправил. Куда? Одного? Да все нормально будет, большой пацан уже. Какой, блин, большой пацан? Ему лет 5, алло. О, как будто вылетит. Да не парьтесь, я вон прочитал, что с детьми нужно общаться наравне, будто они взрослые. До магазина эти 2 минуты. Я вон в окошко за ним проследил, он в магазин дошел. Так что скоро вернется. Ну если что, Кобяков, ну твоя ответственность, понял? А что сразу моя? Вместе же воспитываем. О, походу пришел. Ну, где там мой сынок? Здорово, мужики. Вот, сходил за покупками. Что, Сталь, забирайте, давайте, ну. Давай, давай. Как это получается? Взрослый. Ну какой еще? Да как это так-то? Да я это, пацанов за гаражами встретил, а они мне пояснили, там объяснили, как жизнь взрослая строится. Да давайте, это, снимайте себя. А все это ерунду. Пойдемте лучше это, фифу зарубим. Так а ты что, получается, Влад вернулся? Ну конечно вернулся, давайте, давайте, давайте. А ты где пропадал? Так, будьте глупые вопросы задавайте, еще раз пропаду. Давай, закрыли тему, погнали играть. Ладно, ребят, вы это, лайк ставьте и пока. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.